Роялиум, Великобритания. Четыре причины, которые мешают Эрдогану отступить в Идлибе. Абдельбариат Ван. Роялиум, Великобритания. 28 февраля 2020 года. Как изменились приоритеты Эрдогана? Почему Путин по-прежнему отказывается от двустороннего, трехстороннего и иных форматов встреч? Что будет после истечения заявленного турками срока в субботу? Кто окажется в выигрыше, а кто проиграет? В субботу истекает срок, установленный президентом Реджепом Таипом Эрдоганом для вывода сирийской арабской армии из городов и деревень, захваченных ею в провинции Эдлиб. Кроме того, увеличилось число погибших турецких солдат, 20 солдат за две недели, на момент написания статьи, примечания редакторов. А третий раунд российско-турецких переговоров в Анкаре провалился. Но контакты будут продолжены. Из этого следует, что ближайшие дни могут стать решающими для кризиса в Эдлибе. Так, будет ли война или нет? Президент России Владимир Путин отказался от встреч по данному вопросу, будь то в двустороннем, трехстороннем, с участием Ирана, в формате или в формате квартета при участии Германии, Франции и Турции, к которым призывает президент Эрдоган. Судя по всему, он не придает большого значения сроку, озвученному Эрдоганом, и готовится противостоять любой атаке Турции с целью отнять указанные территории у сирийской арабской армии. Возможно, многих интересуют причины, побуждающие президента Эрдогана отстаивать столь опасную позицию, рискуя пожертвовать своим альянсом с русскими и вовлечь турецкую армию в кровавую войну на истощение без каких-либо союзников, арабов, американцев и европейцев. Есть много факторов, которые могут помочь получить ответ на этот и все остальные вопросы. Во-первых, это заносчивость и упрямство, присущие президенту Эрдогану. Он отказывается признавать себя побежденным и идти на компромиссы и уступки перед своими главными противниками. Это в первую очередь касается президента Сирии Башара Асада, которого он не смог свергнуть за 9 лет войны. Во-вторых, в настоящее время изменились приоритеты турецкого лидера. Сегодня это не смена режима в Сирии, поскольку данная цель оказалась невозможной, а предотвращение притока в Турцию большего количества беженцев. Сделать это можно путем создания Исламского Эмирата в Идлибе, который примет все радикальные вооруженные группировки, рассматриваемые как террористические, а также другие умеренные фракции. Второй способ – вернуть контроль над районами, захваченными сирийской армией за последние несколько недель, и вернуть туда миллион беженцев, которые в настоящее время мобилизуются недалеко от турецкой границы и в городах и деревнях Идлиба, контролируемых сирийскими силами. В-третьих, президент Эрдогана заботит решение еще одной дилеммы в Идлибе. Речь идет о борьбе с радикальными исламистскими организациями и движениями, создание которых было инициировано боевиками турецкого происхождения. Это бригады Султана Мурада, Султана Мехмеда Фатиха, Самарканская бригада, Аджната Аль-Кавказ. Некоторые из этих группировок объединились в рамках Хаята Хри Рашам, бывшая Джабхат Анусра, запрещена в РФ, примечания редакторов, или бригад Султана Мурада. С одной стороны, Эрдоган опасается, что оказавшись на турецкой территории, они пойдут против него, так как он обказался от Идлибы и не позволил им дальше воевать против режима осада в Сирии, а также создать исламское государство, новую Османскую империю. С другой стороны, он не может позволить сирийской арабской армии при поддержке российских сил уничтожить эти группировки. Кроме всего прочего, последняя не понимает политику Турции, которая их поддерживала и обещала избавиться от сирийского режима в начале кризиса, а потому жестко ее критикуют. В-четвертых, это растущий гнев турецкой оппозиции и недовольство широкой общественности. Говорят, критикуют политику властей даже в армии. В настоящее время турецкая оппозиция громко заявляет о риске увязнуть в Сирии, где увеличивается число погибших солдат. Она призывает уступить и признать режим осада, а также восстановить отношения с Сирией. Мы говорим о больших потерях в рядах турецких войск, а также об их наблюдательных пунктах, 12 объектов, осажденных сирийской армией в Идлибе. Они были созданы в соответствии с соглашением, подписанным в Сочи в сентябре 2018 года, и могут быть полностью уничтожены. Российские военные по-прежнему контролируют сирийское воздушное пространство, в частности, над Идлибом, и на всех переговорах российская сторона отвергает требования Турции позволить ее военным самолетам пересекать это пространство. Как следствие, наступление турецких сил на объекты сирийской армии не будет иметь никакой поддержки с воздуха. Они сами будут мишенью сирийских и российских воздушных ударов, не говоря уже о ракетах и наземной артиллерии. В Сиракибе окрестных районах такие налеты уже начались. Президент Эрдоган в настоящее время находится в крайне сложной ситуации. Он может пойти на самоубийство и объявить войну Сирии, приняв участие в ней в одиночку. Ведь все союзники, включая американцев, его покинули, как он с горячью сказал журналистам, сопровождавшим его во время полета из Азербайджана. Очевидно, он не хочет сдаваться, а русские не хотят бросать ему спасательный круг. И если он начнет наступление, то столкнется с великой державой, Россией. Эксперты выдвигают самые разные сценарии возможного завершения кризиса в Идлибе. По мнению одних, ситуация изменится в последнюю минуту, и военной конфронтации удастся избежать. Другие говорят, что турецкое наступление может выйти за границей Идлиба. Однако, на наш взгляд, прав один из западных экспертов, сказавший, в конечном счете, Асад получит больше территорий, а Эрдоган – больше беженцев. Аллах знает лучше. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.